доброе утро сегодня мы снимаем что мы снимем разные вариации выполнения ягодичного моста плечевого моста кто-то его так называет но удар на ягодицу опять окей понеслась чего начинаем ну давай садись что выполнение в тренажере хорошо только громче говорит папу смита съедят с говном за то что микрофона мнение я сегодня в качестве оператора поэтому видео будет просто суперская объясняю чё там чё кому чё чё почем продвигайте подвале чуть ниже чем тазовые кости фиксировать здесь короткая амплитуда люди видели что напрягается здесь как удобно можно отрывать носки можно не отрывать мы того как вы чувствуете гонички помогают открыть носок постановка стопник стопни мы с кем рост тоже без разницы мне просто так и скажи многие используют здесь ступенечку да можно использовать все опять же зависит от того как вы чувствуете можно поставить опять же ниже не стоит в этом нет потому что вы ее растягиваете вам нужно сокращать их сокращение на самом как насчет веса какой вес здесь у тебя был 30 но считаю что ты что большой вес нужен или же все-таки выбирать какой-то средний вес количество повторений я больше не стала у меня поясница отзывчивая количество повторений мы оставляем на многоповторном режиме то есть от 20 ты побежала на следующий тогда отключимся пока ты приготовишься а сейчас будет жара сейчас будет жара сейчас будет жара у кого нет в зале есть такой или подобный динозор ни у кого нету только у папы смита в зале и еще в одном по-моему в москве так что сорян называется он бути билдер строитель задницы хорошо было бы тут американцы за рекламу прислали но там сейчас проблема экономическая поэтому объясняй какая постановка чего и как что преследуя это как с базовыми упражнениями для всех одна постановка быть не может вы избираете каждый раз для себя работает у вас у кого-то на жиме допустим да когда работаешь ягодицей у кого-то работает вот к постановке но у кого-то работает ягодичная у кого-то работает и так и так а у кого-то вообще не работает а сущего покрасили Я не делаю 20, потому что у меня позавчера было жопу. Дальше мы пойдем делать егодичный мост в Смите. Смите у папы. Давайте пока отключаемся. А из Нью-Йорка прилетел? Из Нью-Йорка? Да я за твоей задницей бегаю туда-сюда. Ты хоть говори что там. Не бегаю я, а предохранитель еще. А, окей. Предохранитель от задницы. Гриф будет вложиться на косточки, и потом будут болеть. Поэтому надо, если нет предохранителя, берите себе коврик. Подачивайте раза в 4-5. Здесь также можно поставить степ. Особенно те, у кого сумит с высоким порогом, лучше ставить степ. Чтобы удобнее было, чтобы он двигался. О, я сейчас покажу. А стопы? Стопы, в смысле не стопы, но стопорями. Ну, стопоряк. Рабочие моменты. Коррекция. Ну да, вот уже видно, да, что хочется опуститься чуть-чуть пониже. И еще как-то окрюк. Есть смитый, когда не очень удобный пилк. Он постоянно падает. Можно взять обычную простую резинку. Просто примотать. Резиночкой? Да, просто. Чем-то зафиксировать. Короче, все-таки лучше подставлять ступенечки, мне кажется. Да, кстати, рядом. Давай, бери. Песк убирается, каждый проц Iya. Песк убирается каждый процент. ана. Ну а, сейчас 20 килограмм Да. Песк большой, для показателя rehab risque. Да, короткое ут�ähän. Громче говори, то есть надо поймать такую середину вектор напряжения, чтобы убил в ягодичь. Далековато. Поставила бицепс, надо чтобы убил в ягодичь. У меня раз 167. 168. А пресс работает? Нет. Нет, да? Может быть напряжение не работает. Остановка ступней раскосая. Ну это понятно, это смит машина, здесь также делаешь 4 подхода где-то, да? Или больше? Можно делать какого нет, можно просто собирать свой гриф, может даже небольшой, но прямой. Базовое упражнение? Да. Что еще можно придумать? Можно сделать на полу, на полу с разной постановкой ног, можно ставить стопы на носки, можно стопы ставить. Ну ты можешь показать что-то на полу, на коврике, потому что некоторые, большинство тренируются дома. Давай мы все это покажем, блин, сейчас отключимся и ты покажешь. Сейчас покажу вам упражнение лежа на полу ягодичного моста. В порядке. Я утяжелитель брать уже не буду, но я имею. Вот это можно кому-то удобно, блин. Но блин лучше класть на живот, либо на дыр. При упражнении он давил либо в косточке, либо гирю подберете. И кладете на уровень моркового гостя. Смотрите, по установке стопы можно сделать вот так. Не знаю, кто-то там видно. Кладете прямо на носки, на носки. Вот это будет удобно так. Можно утяжелитель, можно утяжелитель и резинка. Ну подожди-ка, я тебе утяжелитель сейчас принесу. Либо просто резинка. Секунду, секунду. На, вот тебе 8 килограмм. Блин, тогда было запомнилось. 8 килограмм. Нет, ты со сложной давай, со сложной. Либо такая обычная постановка, но классическая, не узкая, не средняя. Вернее, не широкая, а сверху. Ой, чуть не снял ракурс сексуальный. У кого энное место мягкое, можно положить туда. Приятно, приятно, с полезным. Я просто люблю всё с задержкой делать, поэтому вот я в точке вверху и всегда... Я бы пояснил, встрянулся, когда вы держите с задержкой, идёт статическое напряжение суставов, сухожилий, связок. И это идёт автоматическое укрепление. Какая балерина. Ну, тебе с гирей понравится там упражнение. Не увлекайся сильно. Итак, ты показала 4 вариации упражнений на ягодичную мышцу. Ну, я думаю, это более чем достаточно. Каждое упражнение можно применить у себя в тренировочном. И сейчас напомни, пожалуйста, напомни, пожалуйста, сколько ты... У тебя тренировка идёт обычно вот на ноги. Люди часто спрашивают, сколько раз ты ноги делаешь, сколько раз ты делаешь ягодичные в неделю. Ягодичные нужно смотреть по состоянию. Если у вас они не восстановились, смысла делать нет никакого. 4 дня это минимум. Низ должен отдыхать. Вверх может отдыхать чуть меньше. 2 дня. Если это плечи, бицепс, трицепс, ну, это может быть даже 2 дня. Ну, окей. Поэтому всё зависит не от того, насколько ваш тренировочный процесс распланирован на неделю, а то, как отдыхают ваши мышцы. Отдохнули мышцы, можно работать. Можно тренировочный план составить на 5 дней и растянуть его на 2 недели. Ну, как бы. Ну что, спасибо тебе за то, что ты показала. Мне понравилось, я тоже хочу попробовать. В следующий раз покажи что-нибудь ещё интересное. Да, обязательно покажи. А сейчас мы прощаемся с прекрасным Евгением. Пишите ей в инстаграм, который я оставлю внизу. Пишите, что было бы интересно по поводу последующих видео. То есть, что было бы актуально для вас там. С какой-то проблемой поможет быть с больной поясницей или коленями, как правило. Это, ну, печь нашего времени. В общем, внизу подписывайтесь под инстаграм Евгения. Она ответит вам. А ты также ведёшь онлайн-тренировки, правильно? Онлайн-поведение. Не тренировки, онлайн-поведение. Пишите.